Дом, где создаются чудеса. Такое название носит отчетный концерт. Это традиционное мероприятие Дома детского творчества номер 3, где его воспитанники имеют возможность поделиться своим волшебством с другими. Никаких фокусов, только магия музыки, слова, танца и движений. На сцене Орловского института культуры Дом творчества показал лучшие свои номера. Некоторые из них принесли ребятам призовые места на конкурсах, некоторые полюбились зрителям. У меня запомнился очень концерт в Курске. Мы там танцевали два номера. И первым номером мы чуть-чуть запутались, но выиграли первое место. У нас был недавно конкурс в Крине. Мы там, получается, танцевали по танцам. Мы танцевали очень хорошо. У нас были первые места. Нам очень понравилось. Это было настолько интересно. И эмоции были все большие. На концерте прошло и награждение ребят, которые за год добились высоких результатов, приняли участие в социально значимых проектах. Год у нас был очень насыщенный, очень много мероприятий. Мы в этом году провели пятый юбилейный межрегиональный театральный фестиваль «Счастливый билет», который был реализован при помощи гранта фонда культурных инициатив. Также в этом году мы смогли реализовать новый проект, инклюзивный фестиваль «От сердца к сердцу», который проходил нетрадиционно, на четырех площадках, не только у нас. Большую поддержку в организации мероприятий руководству Дома творчества оказали волонтеры. Мы организовывали множество проектов, такие как «Чистые игры» мы были с организаторами, конкурс добровольцев «Благотвори», также первый региональный конкурс-фестиваль «От сердца к сердцу» и «Счастливый билет». Меня волонтерство привлекает тем, что оно помогает развивать самые разнообразные качества личности, от коммуникабельности и взаимодействия с людьми до просто уверенности в себе. Ну, я получаю удовольствие от того, что понимаю, что приношу людям пользу. Дом творчества не оставил помощь активистов без внимания. На базе учреждения создали отряд волонтеры добра. К ним смогут присоединиться не только ребята, обучающиеся по данной программе, но и все воспитанники Дома творчества, желающие стать добровольцами. Ирина Титова, Илья Афоничкин, телеканал Первый областной.